Олимпиада закончилась. Что дальше? Этот вопрос для многих повис в воздухе в марте 2014. И сегодня, подводя итоги развития региона за первые шесть месяцев, Александр Ткачев ответил. Постолимпийская история не менее успешная. В предыдущие семь лет Кубань не просто строил олимпийские объекты и новую инфраструктуру главного курорта страны. Регион, по сути, создал новую экономику. Лидер по привлечению инвестиций Краснодарский край уже давно не делает ставку на какую-либо одну отрасль. У диверсифицированной экономики появляются новые флагманы. По итогам первого полугодия 2014 года кубанские промышленные предприятия произвели товары почти на 350 миллиардов рублей. Это первое место в ЮФО. Сейчас Кубань по этому показателю переезжает своих промышленно ориентированных соседей. Ростовскую, Волгоградскую области. Согласитесь, еще лет 20 назад любой бы сказал, что это предмет фантастики. Сегодня наибольший потенциал Лобинска, Армавира, Абширонска, Приморско-Октарска, Тамани. Для каждой из этих территорий была разработана своя концепция с учетом их специфики. И в целом 2020 году доля промышленности в структуре валового регионального продукта должна вырасти в два раза. Уверен, этому будет способствовать разработана краевая целевая программа индустриализации Кубани, которая нацелена на создание современных предприятий и модернизации уже существующих. Несмотря на то, что основными отраслями в экономике края традиционно считаются туризм и сельское хозяйство, драйвером нового этапа развития должен стать промышленный комплекс. Уже сейчас на Кубани виден его огромный потенциал. Абинский электрометаллургический завод – один из крупнейших в стране, а деревообрабатывающий комплекс в Абширонске может войти в тройку по объему производства плит МДФ в России. С новыми предприятиями появляются новые рабочие места. Один из главных показателей успешного развития экономики – уровень жизни людей. В среднем заработная плата в крае в сравнении с прошлым годом выросла на 13%. По динамике реальной зарплаты мы обогнали все субъекты Южнофедерального округа и Российскую Федерацию в целом. Средняя зарплата в крае составила 25,7 тысяч рублей. Это самый высокий результат среди субъектов Южнофедерального округа. На втором месте у нас по зарплате достаточно с высокой долей нефтегазового сектора идет Астраханская область. И там средняя зарплата 23,3 тысяч рублей. И мы должны к концу года довести среднемесячную заработную плату у нас в крае практически до 27 тысяч рублей. Постолимпийская экономика края с 1 августа уже развивается в новых условиях. Период санкций не должен стать периодом выживания, уверен Ткачев. Напротив, это уникальный шанс для отечественных производителей извлечь максимальную выгоду. Сейчас, когда наша страна ужесточила условия импорта, у куманских продуктов появилась возможность занять свободные ниши, свободные места на прилавках магазинов по всей стране. И я думаю, что мы обязательно должны воспользоваться этим шансом. Сегодня просто говорить о том, что мы в один день, в этой части накормим всю страну, это неправда. Мы, безусловно, должны удвоить, утроить наши позиции по всем видам продукции. Особенно это касается овощей, фруктов. Это то, что здесь мы имеем практически монополию. Только на юге страны можно сделать такие виды продуктов. И, конечно, это наш приоритет, это сегодня наша стратегическая задача. И в этой части мы будем и сегодня разрабатываем вопросы финансирования краевого, сопровождения всех проектов подобных. И ставку в этих новых экономических условиях регион намерен делать на средние и малые предприятия. Таких сегодня на Кубани 170 тысяч. На совещании подчеркивают, для малого бизнеса нужно создавать максимально комфортные условия. И не столько в крупных городах. Меры поддержки больше нужны предпринимателям и фермерам в сельских территориях. На повестке дня создание артели с полным циклом производства, переработки и рынка сбыта. Только так сегодня можно открыть дорогу для малых предприятий на большой рынок. Надо решить ряд проблем, чтобы вот та продукция, которая в малых формах хозяйствования, она есть. А там 27% молока от общего объема производства, 32% мяса, 80% овощей. Естественно, надо, конечно, думать о строительстве логистических центров. На территории края как минимум 4-5 центров таких должно быть, чтобы мы понимали, откуда эта продукция приходит, куда она заходит, как она распределяется в торговой сети, чтобы можно было в какой-то степени косвенно хотя бы влиять даже на механизм ценообразования уже на прилавках магазинов. Главы районов докладывают, стабильный экономический прирост есть. Правда, в Армавире полторы тысячи рабочих завода машиностроения ощутили на себе изменения политической обстановки в мире. Комплектующие из Украины перестали поставлять. Руководство теперь ищет партнеров в России. Отличный бизнес-план представил глава Гулькевичского района. Сразу несколько крупных предприятий, выходя из состояния банкротства, нашли хороших инвесторов. Получительный финансовый результат по итогам первого полугодия вырос на 135 миллионов, а по итогам 7 месяцев мы уже имеем порядка 160 миллионов. При этом продолжает снижаться доля убыточных предприятий. Также я хочу поблагодарить и Министерство сельского хозяйства, и Министерство экономики за найденный путь решения по нашему сахарному заводу. Завод сегодня работает, принимает сахарную свеклу. И параллельно работа, которая была проведена, позволила увеличить площадь посева сахарной свеклы на 13%. И при том уроженности, которую мы имеем, конечно же, я думаю, что этот год будет положительный для сельхозпроизводителей и для переработчиков. Достигнутые успехи в экономике сегодня – это прочная основа завтрашнего дня Кубани. Регион уже давно плотно интегрирован в мировой оборот товаров и услуг. В новых условиях придется учиться работать, и чем быстрее, тем лучше. Экономика края. Нужны новые, нестандартные, смелые инициативы и предложения. Нам нужна эффективная работа всех должностных лиц от поселенческого уровня до краевого. Нам нужно, вопреки всем санкциям, наращивать свой инвестиционный потенциал, буквально зубами, руками и ногами цепляться за каждого инвестора. За последние годы мы уже создали нашему региону репутацию надежного и стабильного партнера. Но этот кредит доверия, конечно, нужно укреплять, чтобы его не смогли разрушить никакие колебания политической конъюнктуры. Возможность побороться за новые точки роста представится уже совсем скоро. В сентябре в Сочи пройдет Международный инвестиционный экономический форум. На главной бизнес-площадке страны от района в крае ждут интересных проектов, разработанных в соответствии со стратегией развития каждой территории. Александр Иванченко, Яна Москаленко, Денис Перец, Денис Москаленко, 9 канал, Краснодар.